Рекомендовать правительству города заранее принять меры по обеспечению города водой в засушливые периоды предложил депутат Александр Караваев и получил поддержку коллег. Председатель постоянного комитета по городостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов обратил внимание на то, что ситуация гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. В течение первых трех месяцев 2018 года в городе не было дождей. Они пошли только в первой декаде мая. Впереди, возможно, засушливое лето. Меры необходимо принимать уже сейчас. В интервью с журналистом депутат законодательного собрания Алексей Чалый напомнил о проблемах, с которыми город столкнулся в 2014 году, когда Украина перекрыла шлюзы Северокрымского канала. По нему вода из Днепра поступала на Крымский полуостров. Канал обеспечивал до 85% потребности региона в пресной воде. Было межгорное водохранилище и днепровская вода. Нас от нее отключили. Слава Богу, у нас нет промышленности. У нас 300 с лишним кубов было потребление в советском Севастополе. Сейчас это меньше половины от этой. Только поэтому мы вообще жить можем. Но, тем не менее, нам в засушливый год этого не хватает, то, что 2014 год прекрасно показал. Засушливый 2014 год помнят все севастопольцы. Во многие дома горожан вода подавалась по строгому графику. Правительство Севастополя отдавало приказы искать подземные источники и заключало миллионные контракты на бурение скважин в Байдарской долине. Мы произвели работы возле Чернореченского водохранилища. Дали точки под бурением, определили глубины, то есть оконтурили саму аномалию, водную аномалию, дали глубины, указали, что они могут начинаться с 800 до 1100 метров. Чернореченское водохранилище обмелело. В нем оставалось чуть более 6 миллионов кубометров. Я помню, что такой был октябрь 2014 года, когда меняйло, бегал, срывал трубки и звонил. Ну что там, не пошла вода и скважинность такой-то? Не пошла? Через два часа, ну бурите там. Ну слушайте, давайте не часами это решать. На слабую есть 5 месяцев или 6 впереди до потенциальной проблемы. Пока правительство Севастополя искало воду в подземных источниках, православные верующие молились о неспослании дождя. Осенью 2014 года на биргу Чернореческого водохранилища заложили храм Святого Богоявления Господня. Закладывая на этом значимом для Севастополя месте храм, мы молимся, чтобы Спаситель не оставлял нас, но изобильно подавал нам живую воду благодати своей для жизни духовной. И воду, необходимую нам для поддержания жизнительной. Отслужив молебен о неспослании дождя, благочины Севастопольского обруга отец Сергий Халюта призвал руководство города, предприятия «Севгурводоканал» и всех севастопольцев прежде всего к упованию на милость Божию. Здесь должно быть намоленное место, и храм будет доступен всем, жителям города Севастополя, жителям Бодавской долины. Для того, чтобы здесь люди молились и просили Господа, чтобы этот источник, который обеспечивает город Севастополь водой, всегда был полон. В 2014 году в федеральной целевой программе был прописан пункт, который касался строительства водовода, предназначенного для заполнения Чернореченского водохранилища за счет части паводковых вод реки Кокоска. Но от него тогда отказались. И на сегодняшний день альтернативный вариант не предложен. «Когда последний раз докладывал руководитель департамента, я задал вопрос, так и где же мы находимся? Мы вообще хотя бы решение приняли, по какому пути идти? Ответ был, если вы помните, нет, не приняли. А что же делать-то будем, вопрос. Вот мы наняли контору, которая до конца года, этого года, скажет нам, по какому пути идти, там пять или шесть или семь, он сказал, есть пути. Даже направление еще движения не выбрало. По мнению депутата Алексея Чалова, на внедрение в жизнь предложений департамента городского хозяйства правительства города потребуются годы, а меры необходимо принимать сейчас. При самом, видимо, благоприятном раскладе, ну, наверное, года три нас отделяют от того светлого момента, если хорошо работать, когда у нас появится гарантированная вода. Тогда вопрос, наверное, уместен. А за эти три года, если случится засушенный год, ну, что делать-то будем? Молиться, как в 2014 году было? Или другие есть у нас более продвинутые технологии? На пленарном заседании все депутаты законодательного собрания поддержали проект постановления, в котором рекомендовали правительству Севастополя принять меры по обеспечению стабильного водоснабжения летом. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Сефинформбюро.